Татьяна Фролова занимается керамикой вот уже пять лет. Для нее это не просто хобби, а любимая работа. Помимо изготовления собственных изделий, она проводит мастер-классы. К ней на обучение приходят влюбленные пары, мамы с детьми, а также просто те, кто хочет расслабиться и перезагрузиться. Татьяна признается, многие на первом занятии думают, что ничего сложного нет, и можно сделать шедевр сразу. Но как только садятся за станок, понимают, были неправы. На первом этапе мы формируем комочек из глины. Очень важно вложить в него все свое тепло, чтобы с ним было легко работать, и он стал эластичным. Это первое упражнение, когда мы делаем вот такой вот конус. Зачем его нужно будет опустить? Серединка уже намечена. Старайся нажать на него туда плавненько, но сильно. Плавненько, но сильно? Да, потянуть на себя вот эту стеночку. Вот так вот. Чтобы увеличить, да? Да, то есть мы сейчас расширяем вот это отверстие. Таких мастер-классов у Татьяны Фроловой в месяц более 30. Каждому ученику у нее свой особенный подход. Поняла, да? Смотри. Правый давишь, левая просто фиксирует стеночку. Поняла? Давай. Кстати, как один из эффектов, это авторские работы. То есть есть мастера, которые делают вот такие специальные бороздки. Это вот конек такой вот. Это получается мой конек мастера? Сейчас мы делаем кофейную чашку. Необходимо двумя руками плавно создать полусферу. С помощью вот такой лески мы сейчас будем срезать изделие с круга. Эта задача не из простых. Сильнее. Ну а теперь наше почти готовое изделие отправляем сушиться примерно на час-полтора. Это же индивидуальное изделие. Кофейные зерна приделать там, я не знаю, на донышко, на ручку. Нарисовать какой-то знак, картинку. Это будет ваша авторская работа. Вот так вот мы проводим мастер-классы. И вы уходите уже со своим изделием, которое одно единственное на целом свете. Это ваше. Татьяна Фролова – предприниматель, который вкладывает в собственное дело всю душу. В прошлом году она оформила самозанятость и вести бизнес стало гораздо проще, удобнее и безопаснее. Во-первых, спокойно работаешь, можешь давать рекламу. Во-вторых, программа самозанятости дает расширять свои возможности. Сейчас я подала заявку, чтобы мои услуги как мастерской узнали большее количество горожан. Это программа про продвижение через социальные сети. Я очень надеюсь, что я попаду в эту программу. В Самарской области зарегистрировано уже более 107 тысяч самозанятых. И для успешного развития проектов начинающих предпринимателей региональный центр «Мой бизнес-63» и областной Минэкономразвития предлагают специальные меры поддержки. Одна из них – бизнес-кейс. Подавать заявки на получение комплексных услуг по продвижению проектов самозанятые регионы могут до 31 марта. Люди подают заявку. По итогу выбираются победители, которые в этом месяце получают бизнес-кейс. И в течение года таких конкурсов регулярно, каждый квартал мы проводим. Порядка 10 кейсов мы обычно разыгрываем в месяц. Есть несколько критериев. Это обязательно наличие действующего либо сайта, либо аккаунта, либо странички на маркетплейсе. Это обязательно понятно, что регистрация в Самарской области. Это производимая продукция непосредственно этим человеком. И кроме того, это достаточный запас продукции. Эксперты определяют победителей. Именно первых в 2022 году получатели бизнес-кейсов будут объявлены 11 апреля. Елизавета Должикова, Алексей Гриднев. Новости губернии.